Менее чем через год я всех заранее собравшихся здесь приглашаю для того, чтобы совершить первый торжественный заплыв. Он не умеет ни читать, ни плавать. Так в Древней Греции говорили о человеке, недостойном называться гражданином. В то время владение этими навыками рассматривалось как символ разностороннего развития личности. Студент Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики грамотой владеет, а уже совсем скоро особо спортивные и инициативные смогут заниматься плаванием на базе университета. Для этого здесь построят большой бассейн. Посечать его смогут не только студенты, но и все жители города. Депутат Госдумы Александр Хинштейн принял участие в закладке первого камня. Три, два, один, поехали! Студент – это человек активный, как правило, и когда у него есть возможность заниматься спортом без отрыва от учебы, это во всех смыслах только в лучшую сторону влияет и действует. Ну и кроме того, бассейн открытый для жителей близлежащих домов, поэтому здесь в Октябрьском районе он особенно нужен. Планируется, что здание будет двухэтажным. Бассейн длиной 25 метров на 6 дорожек разместится на втором этаже. Строительные работы начнутся уже со следующей недели. Финансирование будет поступать из федерального бюджета. Нам нужно до 1 декабря уже здесь вырыть специальный котлован, залить фундамент и начать уже строительство. Это нужно сделать до первых сильных холодов, чтобы земля позволяла осуществлять строительство. Подрядчик уже полностью готов и уже на следующей неделе сюда приезжает техника и начинается строительный урок. Ну а пока ребята будут заниматься в других бассейнах. Своего места для плавания студенты ждут с нетерпением. Тут будут проводиться уроки физкультуры. Ну честно, я постараюсь ходить. Конечно, если будет время, то я буду ходить. Люди будут тоже ходить плавать. Нормальный принцип. Будет полезен там вариант времени. Там карзинагрузка, не знаю. По плану новый спортивный объект распахнет свои двери для самарцев уже следующей осенью. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.